так запись пошла вот наша Юлия Сергеевна моя племенница женщина скромная поворачиваться не будет но сам процесс работы я покажу дело в том что она занимается важнейшей в мире работой сейчас идет рассылка книг причем эта книга не имеет равной вообще на всей планете убедитесь убедятся те из вас кто эту книгу прочитает почему это так потому что в двух словах вся современная агротехника направлена на то чтобы сделать работу садовода в саду каторжной а Юлия Сергеевна вот она она может подтвердить у нас в саду очень мало работы ну пришлось постараться например представьте себе что надо было собрать столько ведер абрикосов что у нас получилось только одних банок трехлитровых с косточками 150 а там них примерно четверть или треть миллиона косточек вот это тяжкая работа тяжкая но благодарная мы собрались подарить стране подарить образа где-то подарить где-то продать то что я называю золотой запас россии но чтобы вырастить такие урожаи маленьком саду там полсотни абрикосовых деревьев с гигантским урожаем нам для этого надо было не то что постараться не то что гробить себя наоборот почти ничего не делать или если уж работа то каторжная работа по сбору сотен ведер тех же абрикосов слив вишен и так далее вот такие такая история а чтобы это все повторилось мы напечатали книги книги печатал редактор троценко павел николаевич он мой друг помощник он еще и ученик даже вот и он уже третью книгу печатают вот вот они эти книги вот если так посмотреть извините за этот бардак это рабочая обстановка вот здесь вот вот они под окном лежат здесь лежит 600 книг уже не 600 уже несколько десятков мы разослали значит эта работа особая вот эта работа очень важная делается так чтобы ни в коем случае ни одна книга не пострадала помните эти скандальные истории когда люди снимали почтовые вагоны оттуда пинками вы выкидывать пинками выкидывали посылки помните или швыряли здоровая ребята на 10 20 метров потому что эти 10 20 метров для них было в тягости вот но а здесь уже сделано так посмотрите на эту упаковку вот посмотрите на то что получилось осталось подписать и все значит книги берут от одной до трех по крайней мере сегодня вот и еще раз покажу вам эти книги которые вот сейчас мы быстро продадим сотню-две потому что люди заранее деньги платили и платили получаются за пол цены плюс еще некоторые платили за за мой автограф но это уже было их желание так а теперь книга поднялась цена для тех кто не участвовал в сборе денег да покажи книгу пожалуйста вот кто не участвовал в сборе денег цена теперь полторы тысячи но эта книга этого стоит в принципе знаете как я не раз показывал рассказывал до однолетние саженец начинается 1000 рублей двухлетний 2 десятилетний 10000 15-летний и вот эти вот самые 10 15-летние деревья их надо бы на свалку а за них берут гигантские деньги ну и теперь сравните с ценой одной книги полторы тысячи рублей вот значит подробнее расскажу я уже рассказывал на вебинарах на своих вот и наверное на этом я закончу я просто напомнил что процесс идет да их много вроде бы 600 штук а другой стороны для всей страны это так мало что со дня печатания они сразу становятся риаритетными не зря с меня брали даже с меня мне даже платили хотя я не причем даже за отдельно за автографа почему значит книга того стоит и этого стоит чтобы мой автограф уже ценился все друзья это это назовем это первую серию фильмов которые я назову на работа на кухне железного потому что вторая серия будет прямо на кухне там у меня приготовлено а я сделаю как бы не аванса как-то презентация смотрите это все его скромное жилище что вы видели чтобы не путали меня с миллионерами будет отдельный разговор про вот эти косточки потому что почему-то белый косточки не всплыли что с ними делать не знаю два человека у меня их заказали а я думал что они кончились я потому что части уже выслал вот сафроновым моему второму помощнику великолепному вдруг оказалось что еще есть и теперь я не знаю что с ними делать и возможно я просто съем не пропадать же добру потому что садить я их не рекомендую но два человека просила именно белое если опять напомнят о себе про эти белые косточки вот я их могу выслать но уже учитывая что они заказы заделали присылку могу организовать даже бесплатную либо только если правда им интересно стоит а что же это такое почему белое но почему живые утонули так вот этот момент поэтому бойтесь еще в кино и вот этот момент мы будем с вами учиться как кушать манжурские орехи потому что нет нет да закажут орехи а что потом а у них есть уникальное качество но об этом поговорим в следующем серии до свидания друзья ладно уговорили покажу вам это вот это вот вот он золотой запас россии вот он видеть это все мне надо продать потому что я занимаюсь благотворительностью и ни один не бросит для камень потому что я живу простой двушки домик деревни и 1 2 и запилок до 1 пилки так и называется насыпной вот и жигули у меня еще есть и все вот а все остальное это все вот на благотворительность поэтому ничего мне не упрекайте и я еще скажу те из вас кто возьмет и заказывает косточки вот они сыновья манжурца вот он поздний филиппио супер сорт вот и так вот она манитоба черемушек особая вишня жуковская вкуснейшая вот вот она фаина и тогда я все всем кто мне скажет константинович я с вами ушами слышал вы обещали кошки продать не по 300 рублей в современном каталоге а по 25 по прошлогодной цене но только тем кто выйдет этот фильм кому-то интересно тогда 25 ну крупные заказы там еще больше скидки все друзья я заканчиваю следующий фильм будет про маньчжурские орехи